Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу. Привозили в Сибирь строить заводы, станки, вагоны, возводить дома и валить лес. Тысячи пленных так и не вернулись домой. На этом кладбище из земли извлекли тела 81-го пленного. В 1996 году на Юрина установили памятную стеллу. В 50-х годах прошлого века студенты алтайского меда изучали строение человеческого тела. Прошу тишины. Итак, эта кость называется ослунатум, полулунная кость. Своё название она получила благодаря внешнему виду, а по соседству с ней ос скафоидеум, ладьевидная кость. Так вот, полулунная кость, она располагается между провинциальным видом... Грута костей. Всё, что осталось от меня. На свете нет ничего вечного. Хотел ли я закончить свою жизнь так? Нарухо Дунай. Я хотел отдать свою жизнь за Японию. Я желал умереть на войне во славу императора Хирохита. Я жаждал отомстить за свой плен и поражение родной страны. Я был солдатом Квантунской армии. Шёл в последний бой с катаной моих предков. Ждал смерти и славы. Но она не пришла за мной. Я попал в плен. Сибирь. Барак и тяжёлая работа. День за днём. Что такое сибирский холод? Мы узнали в первую зиму. Многим она принесла покой. Вечный покой. Местные женщины жалели нас. Хм, своих врагов. Странные русские женщины. Ой, бедненький. Худой ты какой. Экотикованный. Японец. Так им и надо. Ой, да шо ты такое говоришь? Японец? Человек же. Как мы. Возьми сухарь. У меня ещё есть. По глазам видно, шо голодные. Оригато. Еда. Одеяло и баня. Раз в месяц. Это стало для нас главным. А холодный угол в бараке. Незаживающие мозули и тоска по семье. Частью жизни. И нас, гордых потомков самураев, пытались перевоспитать. Сегодня мы займёмся чтением газеты «Нипонсибун». Её упускают наши товарищи в Хабаровске. Полный разгром японских войск на Дальнем Востоке доказал несостоятельность фашизма. Японские товарищи решили открыть сердце коммунизму и стать частью нашей великой страны. Похлопаем им решительно, товарищи! Среди японских пленных завелись активисты, их обещали вернуть домой. Они должны были рассказывать о счастливой советской жизни. И многие в неё поверили по-настоящему. Они ходили на такие собрания, учили русский и слушали историю про Ленина со Сталином. Они предали своих предков. Не для этого мы проливали свою кровь. Я и несколько моих друзей хотели помешать этой пропаганде. Мы называли себя кровь за кровь. Китсумейдан. И готовили мятеж. Отзиратель в другой барак ходить? Записку передать? Записку? Что это ты задумал? Записка, друг. Она деревня. Дом вспоминать. Прошлое. Мы больше не возвращаться домой. Никогда. Память. Эх, что же с вами горемычными делать? Держи блокнор. Пиши свой привет, товарищ. Я любил доброго надзирателя. Но обманывал. Он не знал, что я писал про восстание. Нашим планам не суждено было сбыться. Нас раскрыли. Вычислили по татуировкам с иероглифом Китсумейдан. Кровь за кровь. Что ждало бунтовщиков, я не узнаю никогда. Я умер. От туберкулеза и голода. Любой человек когда-нибудь умирает. Я не смог отомстить и навсегда остался здесь. В кабинете для медицинских экспонатов. Профессор, а как этот скелет попал на кафедру? Он же чей-то отец или брат. Хм, каждый, друг мой, служит этой стране как может. Это враг, который поможет вам лечить жителей нашей Родины. Блокнот надзирателя попал в музей «Мир времени» на Матросово-12. Его директор Сергей Карипанов отнес потрепанные листки к японоведам и узнал о неудавшемся бунте. Захоронение японцев находят и сегодня. В Барнауле, Бийске, Рубцовске, Горняке, Новоалтайске. Они так и не дожили до репатриации. На Алтай часто приезжают их потомки. Японское правительство оплачивает поездку, чтобы прикоснуться к земле, где закопаны деды и прадеды. Бывают японские делегации и у памятника Наюрина. Три стеллы, охваченные кольцом, символизируют людей, рвущихся из неволи. Будда у основания должен был охранять покой умерших, а колокола своим звоном должны были напоминать живым о прошлом. За 24 года памятник потерял свое великолепие. Бронзовые колокола у Будды украли, а конструкция заржавела и покрылась надписями. А вот в домах, построенных японцами, до сих пор живут люди. И эти низкие строения тоже несут память о погибших. Город. Слушай. Аудиогид по Барнаулу. Аудиогид по Барнаулу. Аудиогид по Барнаулу. Аудиогид по Барнаулу. Продолжение следует...